Антоновский мост пал смертью храбрых. Он целых четыре раза смог выдержать удары вооруженных сил Украины. Но вчера был фатальный случай. Мост фактически расчленили, и он уже непригоден к эксплуатации. Мост разлетался. Бетон разлетался вокруг. Впервые вооруженные силы Украины сделали пристрелку по мосту 19 июля. Но тогда лишь подпортили дорожное полотно. И немного настроения гауляйтеру Херсонщины Кириллу Стремоусову. Через мост проехать можно. Я проехал туда-обратно. Дальше был обстрел 26 июля. После чего мост уже перестал приносить пользу. Общая картина моста. Просто мост фактически находится вот в таком состоянии. И вот 14 августа по мосту ударили коронным GM ЛРС. Вот так это выглядело на самом деле. Ну а вчера мост горел особо ярко. Его похоронили хаймарсы, в том числе не без помощи самих оккупантов, которые оказались в ненужном для себя месте. Очень мощный удар по Антоновскому мосту. Кстати, по нему двигалась колонна автомобилей Российской Федерации с боеприпасами. И именно удар по Антоновскому мосту пришелся в то время, когда двигалась колонна. Окупационная власть Херсонщины заявляет о 16 пострадавших. Трое пропали без вести, двое погибли. Два человека из ремонтной бригады погибли при обстреле Антоновского моста в Херсонской области, заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. За жизни обычных трудяг, если это правда, очень жаль. Но в такие моменты россияне хоть немного могут понять, что такое терять ни в чем не повинных людей. Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. В принципе, присутствие на мосту ремонтников подтверждает, что Антоновский мост пытались быстрее восстановить после крайних прилетов. Уж больно нужен был оккупантам мост для переправы своей военной техники через Днепр. Но теперь остается только паром. На сегодняшний день проезда и возможности его отремонтировать нет абсолютно. Еще пару дней назад россияне могли перебрасывать военную технику через мост на Каховской ГЭС, но он тоже потерпел крушение. 10 и 12 августа Вооруженные силы Украины впервые проверили его на прочность, а вечером 18-го окончательно обезвредили. Работа по херсонскому направлению очень пугает оккупантов, ведь через мост бежать в Крым было значительно легче. А вот понтонная переправа, которую активно строили после первого обстрела, практически не дает никаких шансов. Херсонские мосты не единственные, которые красиво сжигают Вооруженные силы Украины. На этом видео кадры работы сил специальных операций, которые подорвали переправочный мост оккупантов в Донецкой области. С такими темпами уже в скором времени может рухнуть и Крымский мост. Тем более, что в Крыму очень неспокойно. Это пи***! Крымский мост – самый важный из логистических объектов России, который помогает оккупантам оперативно пополнять запасы разбитой техники. И если Вооруженные силы Украины крепко взялись за мосты, то вполне очевидно, что этот мост – цель номер один на сегодняшний день. Редактор субтитров А.Семкин